Симфонический оркестр 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 Симфонический enroll He其 Симфонический оркестр Симфонический оркестр КОНЕЦ 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 Есть детская песенка, которую наверняка все мы знаем. Один построил свой дом на песке. Знаете эту песню? Пели все ее когда-то. Дети по-прежнему поют. Мы сейчас поем общим пением, но не эту песню. Но она тоже основана на этом тексте, о котором Христос сказал, что один построил свой дом на песке, а другой построил свой дом на скале. И мы будем петь эту песню, в которой мы вместе будем исповедовать, что мы строим свое здание на скале. Это скала Иисус Христос. И мы вместе будем петь «Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок». Давайте встанем и вместе с оркестром, вместе с группой мы будем петь общим пением. ПЕСНЯ 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 Служил у Христа, и переношел им блаженство У ноги Иисуса Христа. Как счастлив я быть с Иисусом, хотя бы мой путь был тернист, Меня доведет Он на цели, и с народу шоу я чист. Как счастлив я быть с Иисусом, всегда быть в общении с Ним, Бога с нам Его наслаждаясь, и радуясь им лишь от них. Слава Богу! Ты меня возлюбил, но любви я твоей не достоин. От Тебя уходил новый вновь мир грехом развращенный. И когда в тишине ты ко мне постучал осторожно, Стало страшно вдруг мне оставаться в всем мире безбожном. И я снова, я снова просил лунным сыном в слезах покаяния, Чтоб меня ты простил и принять в руках наказание. Но меня ты любил с прощающей Божьей любовью, И мне сердце омыл от грехов своей праведной кровью, И меня вновь назвал своим сыном и дал мне спасенье. Я был мертв и ожил, чтоб облечься в святое недленье. Ты в юдори, юдори земной, счастлив я потому, что сегодня, И во веки со мной благодатная милость Господня. 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 Слава Господу! У христиан всегда есть за что благодарить Господа. Наверное, христиане с опытом, вы помните это стихотворение, да, Про человека, который всегда был благодарным. В молотилку попал, лишился ноги, у него неизместны слова. Слава Богу, досталось не как другим, осталась на плечах голова. И обувь дешевле. То есть христианское сердце, оно всегда в любой ситуации, Оно видит, за что нужно быть благодарными Господу. Это не настрой, это сердце. Это вот такая измененная природа, Когда в любой ситуации и даже в любой беде Мы все равно видим Бога, Мы все равно видим Его заботу, Мы всегда знаем, за что благодарить. О некоторых благодарностях давайте мы споем сейчас вместе, Давайте мы станем и общим пением споем За добро Твоих красот. За добро земных красот, За добро Твоих красот, За сон, за сон, за любовь, что с первых дней Окружает жизнь этих людей. Мы с Тебе, Господь tuyem, Наш восторженный царом. За лучи светил Твои, За цветы Твоих полей, И за каждой жизнью пей, В свете дня по тьме ночей. Мы Тебе, Господь, поем, Наш восторженный царом. И за церковь споти, Что дарожный нам, Отец, За Твой зов молитвы жар, За вечный демец. Мы Тебе, Господь, поем, Наш восторженный царом. Мир вам, братья и сестры. В нашей церкви, братья и сестры, Приблизительно собираются 150 подростков. Я думаю, что их больше, наверное, в церкви. Но вот на наше служение подростковое, у нас недавно совсем прошел лагерь, летний подростковый лагерь, У нас было там 150 подростков, Только подростков. И это, наверное, самое большее. Вот мы как-то росли, Когда я начал служение, Мы начинали с 60, У нас сейчас 150. И это большое благословение, друзья. Вы знаете, иногда мне кажется, Когда не все собираются, Мне кажется, слишком большое благословение. Иногда, казалось бы, Может быть, и меньше надо было. Но на самом деле, действительно, друзья, Вот когда мы собираемся по вторникам, Зайдите, посмотрите, Вот тот фойен полностью занят подростками. Прямо места уже мало в фойенном собираться. И от этого сердце радуется. Подростки приходят в церковь. Подростки участвуют в церкви. Вы слышите, какие пения участвуют И звучит в нашей церкви. Подростки участвуют. Гимны, молитвы, друзья. Послушайте, что в мире звучит И что звучит в нашей церкви Через служение подросткам. В этом большое, огромное благословение. Я бы хотел сразу попросить, друзья, Молиться о том, чтобы вы молились, Подключались и молились за подростков. Я знаю молитвные группы, Некоторые молятся о нас. Я бы хотел, чтобы это было целью И вот стремлением сердца каждого из нас, друзья. Молиться за подростков И за тех, кто занимается с подростками. За наставников, за лидеров. Иногда мы их называем. Около 30 человек, Которые приходят постоянно, Занимаются с подростками. В малых группах мы стараемся выезжать. Иногда вы видите, что подростков нету их дома. Иногда это бывает потому, Что они с наставниками куда-то поехали. И вот мы стараемся проводить это служение. Братья и сестры. И нуждаемся в молитвах ваших. За нас, за подростков, за наставников. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, Молитесь о нас, молитесь о подростках. В начале нашей беседы, друзья, Я думаю, что у нас такая больше будет беседа, Чем проповедь. Я бы хотел предложить место священного писания, Которое записано в первое послание Петра, Четвертая глава, десятый стих. Первое послание Петра, четвертая глава, десятый стих. И Петр говорит такие слова. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, Как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Братья и сестры, вот вы посмотрите вокруг, И вы увидите, на самом деле, сколько много людей в нашей церкви. И когда много людей, мы понимаем, что мы с вами разные. Мы с вами приехали из разных стран. Мы с вами приехали из, даже, может быть, культуры наши Где-то немножко отличаются. Мы приехали сюда, и у нас люди разного возраста. Мы приехали сюда, и у нас воспитание немножко по-разному. У нас у всех характеры разные. И при всем этом Бог собирает в свое тело, В поместную церковь, братья и сестры, Чтобы мы учились не просто жить друг со другом, Не просто мирно как-то сосуществовать. Посмотрите, в этом Писании написано, Чтобы мы, друзья, когда мы собираемся вот такие разные, Когда у нас есть дети, подростки, средний возраст, пожилой возраст, Бог хочет, чтобы мы не только друг с другом Как-то научились провести время этой земной жизни. Бог хочет, чтобы мы при всех наших разностях, Чтобы мы научились служить друг другу. Написано, служите друг другу. И только вот при этом условии, друзья, Вот только при этом условии, Когда мы научимся служить друг другу, Не просто прощать, Не просто вот мирно жить, да, друзья, Но когда мы научимся служить друг другу, Тогда происходит домостроительство. Петр об этом говорит, служите друг другу, как добрые домостроители. Только тогда, друзья, происходит домостроительство, когда мы учимся служить друг другу. Я думаю, что важно понимать, друзья, и это понятно, мне кажется, каждому, что каждому возрасту нужен особый подход в служении. Хотя я понимаю, что в служении мы говорим, служите друг другу. Я думаю, что любому возрасту есть общие принципы служения. Но в то же время каждому возрасту есть кое-какие особенности. Допустим, мы должны служить детям. В нашей церкви есть много детей. Есть особые принципы служения детям. Есть особенности, когда мы хотим служить молодежи. Есть особенности, когда мы служим людям среднего возраста. Когда мы должны служить пожилым людям. Я думаю, там тоже может быть что-то похожее будет, как служение детям. Но все равно пожилым людям тоже по-особому служить надо. Особое служение, есть особенности в служении подростков, друзья. Подростки – это вот как мы в нашей церкви принимаем, и в целом это возраст такой от 12, ну, наверное, до 17-18 лет, да, хотя вот у нас в нашей церкви подростки – это от 12 до 16, потом они переходят в молодежь, но подростки, да, вот подростковый возраст в среднем от 12 до 17-18 лет. И кто-то из вас, мне кажется, вот скажет, мы говорим о подростковом отделе, кто-то из вас подумает, ну, в нашей церкви все нормально, служение подросткам, есть подростковый отдел, есть там около 30 наставников, есть ответственные, вот пускай они и служат подросткам, да, друзья. На самом деле не все так правильно. Вот когда мы с вами прочитали 1 Петра, смотрите, вы заметили важное слово здесь? Написано так – служите друг другу. Дальше какое слово? Каждый. Братья и сестры, вот когда мы говорим, что служить надо друг другу, да, детям, подросткам, молодежи, пожилым людям, средним людям, написано – служите каждый. Вот в нашем служении, друзья, хотелось бы мне, чтобы мы проверили, а вот я служу друг другу, потому что я каждый, да, каждый, мы член церкви поместной, служу ли я подросткам? Написано – служите каждый. Каждый должен служить, в том числе и подросткам, и мне кажется, особенно подросткам. Знаете, почему особенно, друзья? Почему по-особенному нам нужно служить подросткам? Потому что вот статистика, официальная статистика в Америке, хотя это относится больше американских церквей, американских протестантских церквей, вот за последние годы сделали такую статистику, Вы посмотрели, проверили большинство американских протестантских церквей, и оказалось, что вот в возрасте от 13 до 19 лет, как раз подростковый период, от 13 до 19 лет 60% подростков, они уходят из церкви. В Америке, братья и сестры, только в культуре, в которой мы с вами живем, в которой живут наши дети, подростки наши, 60% верующих христиан протестантских церквей в возрасте от 13 до 19 лет, они уходят из церкви. Поэтому важный вопрос, друзья, не потому что я ответственный за подростковое служение, но мне кажется, что это важно для каждого из нас, и для тех, у кого есть подростки в семьях, и для тех, у кого нету подростков в церкви, насколько важно, друзья, нам сделать сегодня проверку, насколько важно нам действительно служить подросткам. Ни в каком другом возрасте, между прочим, ни в каком другом возрастном возрасте нету таких страшных цифр. Именно в подростковом возрасте чуть больше 60% христиан уходят из церкви. Их манит мир, друзья. На одном семейном общении был вопрос такой среди верующих. И у них спросили, такой вопрос был, какой самый трудный период в семейной жизни? Уже собрались такие среднего и пожилого возраста братья и сестры. Вы знаете, какой ответ был, друзья? Какой самый сложный период в нашей христианской семейной жизни? Вы бы как ответили, друзья? Когда есть подростковый? Большинство согласились с тем и написали, что самый сложный период в семейной жизни, когда наши дети начинают проходить подростковый возраст. Поэтому один брат когда-то сказал, когда мы говорим о проповеди подросткам, он говорит, а все равно разницы и большой пользы нету, потому что у тех людей, у которых нету подростков, они нас не поймут, они проповедника не поймут, потому что подростков еще нету. А те, у которых есть подростки, они понимают, что все бесполезно. Подросткам что говори, что не говори, там отдача маленькая. На самом деле, друзья, я не совсем согласен с этим выражением, потому что Слово Божие написано живо и действенно. Я бы хотел немножко, сколько у нас есть, минут 25, посмотреть на некоторые советы священного писания, потому что там есть советы, как нам служить подросткам, друзья. Написано, служите каждые, служите подросткам, друзья. Как нам служить сегодня нашим подросткам? Я прочитаю первый текст, друзья, и вот это первое наше служение, которое должно быть важным для каждого из нас. Бытие, 48 глава. Бытие, 48 глава, два стиха, прочитаю, 15-16 стих. «И благословил Иосифа и сказал», это Иаков молится, «Бог, пред которым ходили отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих». Братья и сестры, первое, в чем нуждаются наши подростки сегодня, это в нашем благословении. Это вот в нашем таком отношении, что наши подростки нуждаются в благословении. Да, действительно, друзья, это переходный такой возрастной период. Да, действительно, мы смотрим на подростков, и мы вот взрослые, скажем, можем подумать и сказать, ну как такое возможно, сколько терпеть можно, что он вытворяет, как найти управу. Друзья, мы не должны забывать о том, что действительно подростковый возраст, это возраст действительно сложный для самих подростков. Нет времени об этом много говорить, но мы хорошо понимаем, друзья, там происходят большие у подростков физиологические изменения. Организм развивается, быстро развивается, эмоционально они тоже перестраиваются. Появляются вот такие взрослые чувства у подростков, с которыми они никогда раньше не сталкивались. И вот как переживать вот эти эмоции, свои чувства, что с ними делать? Духовное становление происходит, друзья. У подростков происходит вот этот важный период, когда вот эта детская вера, да, христианская наша школа детская, да, воскресная школа детки нашей, они становятся подростками, и вот эта вот безоговорочная детская вера, она должна как-то перерастить в что-то более осознанное. Это уже сознательная вера, друзья. И поэтому вот наряду с тем, что возникают новые искушения плотские, новые вот эти эмоции, чувства, переживания, подросткам очень тяжело как-то вот это в практике, все это сопоставить, свой возраст, вот этот переходный период, физическое, эмоциональное и духовное свое становление. И поэтому в этот период подростки по-особому ранимы, да? Замечали, друзья, вот кто родители? Они по-особому ранимы, они по-особому раздражительны, они как-то по-особому упрямиться начинают. Подростки наши дерзкие становятся, обидчивые становятся. Ну и список можно продолжать. И именно здесь, братья и сестры, нам нужно особое благословение. Благословение для наших подростков, независимо от того, он послушный или, может быть, он самый непослушный, он нуждается в нашем с вами, каждом из вас благословении. Как-то в одной церкви подростки собрались ехать в поездку, их посадили в автобус. Автобус полностью был занят подростками. И вот подошла одна сестра, уже пожилая сестра, и попросила, чтобы ее немножко подвезли. Ей не было, куда-то ей надо было доехать. И вот подростки подвинулись, она села в этот автобус, полный подростков, и вот они едут. Ну вы знаете, как подростки, да? Кто-то на телефонах, кто-то кого-то бросает, кто-то кого-то что-то сказал, обозвал. Обычная подростковая такая жизнь. Это христианские подростки были, они ехали в какое-то посещение. И вот эта сестра в таком, наверное, ужасе, говорит такие слова. Да вы, говорит, все в ад идете. Вы все в мир идете, когда уже ее подвозили. И вот она в переживаниях таких высказывает такие слова. Вы, говорит, все в мир идете. Вы как себя ведете? Хорошо, что брат сообразил в виду, ответственный за подростков, водитель. Он был, он говорит такие слова. Сестра, да запреди тебе Господь. Мы идем в другое место. Действительно, друзья, иногда нам хочется, вот нам что-то не нравится. Да, мы сталкиваемся с противлением наших подростков. Но будем помнить, друзья, что они нуждаются в нашем благословении. Как-то покаялся один молодой человек. И братья, когда молились с ним, он был весь в наколках, такой у него внешность была особенная. И вот после молитвы покаяния служитель побеседовал с этим человеком. Говорит, я вижу, что ты человек верующий. Он молился такой осознанной молитвой. И он говорит, я вижу, что ты верующий человек. Как произошло, что ты так от Бога далеко ушел? Он говорит, я действительно был верующий человек. У меня родители верующие, я в собрания ходил. Но, говорит, я был в детстве таким ребенком подвижным, не всегда послушным. И за это мне часто доставалось. Он немножко рассказал о своем детстве. А потом, говорит, когда пришли подростковые годы, мне понравилось сильно на трубе играть. Это было моим самым таким сильным увлечением. Он ходил в оркестр, в церкви был, они играли там христианские гимны. Но, приходя домой, говорит, я постоянно играл. Говорит, я родителям своим надоел. Родители начали меня успокаивать. Говорит, перестань играть. И вообще, иди в сарай. Если хочешь играть в сарай, занимайся. Я, говорит, уходил в сарай, играл каждый день, тренировался на трубе. Говорит, один раз мне пришла такая интересная мысль. Знаете, как подростки наши называют прэнк. Такой, как это на русский перевести, прэнк. Такая добрая шутка, да? Наверное, так я молодежь перевожу прэнк. Хорошая шутка такая, говорит. У меня мысль пришла в голову. Я, говорит, я подговорил своих друзей, те, которые тоже играли с ним в оркестре. И мы, говорит, ночью, перед утром, еще, говорит, темно было. Мы зашли на гору, где-то это была горная местность. И мы, говорит, зашли с ними на гору. И вот солнце, солнце только выглянуло. Все спали в нашем поселке. И мы, говорит, вдруг все вместе заиграли. В час, когда труба Господня над землей прозвучит. Говорит, люди вдруг начали выскакивать с домов. Это было еще темно на улице. Никто не понял, что происходит. Побежали все на гору. Ну, говорит, нам сильно-сильно досталось от родителей. Более того, говорит, нас вызвали в церковь. И, говорит, пресс-фитер сказал, тоже начал нас обличать. Говорит, вы поношение церкви. Вы что делаете? Говорит, после этого я перестал ходить в церковь. Поэтому, после этого началась мирская жизнь, друзья. Я, говорит, попал в тюрьму, и большинство моей жизни сознательно я провел в тюрьме. А сейчас вот я покаялся. Друзья, вот как часто в нашей жизни мы не торопимся благословлять. Как часто мы забываем, что наши подростки, независимо какие они, они нуждаются в первую очередь в нашем благословении. Даже совсем непослушные, упрямые, может быть, иногда злые, они по-прежнему, может быть, даже в большей степени нуждаются в благословении. Вы знаете, вот интересный пример. Я вспомнил, когда, помните, когда Иоаннафан не послушался отца. Вот этот пример, два примера, они параллельных таких. Когда Иоаннафан не послушался Саула. Помните, когда они воевали с филистимлянами, и Саул заклил народ и сказал, мы будем, покуда день, мы будем поражать филистимлян, и он заклил народ, чтобы никто не ел в этот день. Иоаннафан не послушался, хотя там написано, что он не слышал об этом, но он в лес вошел, помните эту историю, он нашел там пчел, мед нашел, и он ел мед. И потом, когда об этом узнал его отец, он понял, что его слово не было исполнено. Саул сильно разозлился, он хотел поддержать, наверное, свой авторитет. И помните, что он сказал Иоаннафану? Какие слова сказал Саул Иоаннафану? Помните? Он сказал такие слова, ты должен сегодня умереть. Действительно, так было, если заклятие было, Саул понимал, я сказал, такое наказание было, и кто не ослушался, независимо, Иоаннафан должен был умереть, и он говорит такие слова, все, Иоаннафан, ты должен сегодня умереть. И похожая история, друзья, у Давида. Помните, у Давида был сын Ависалом, и он тоже не послушался Давида. И не просто он ослушался, как Иоаннафан. Помните жизнь Авесолома, друзья? Он не просто не послушался Давида. Он оскорбил Давида. Вот помните его жизнь, то, что он сделал против отца. Он угрожал жизни Давида. Но помните, что Давид сказал своим военачальникам, когда начались боевые действия? Помните, что он сказал Иаву? Когда он давал наставления, и вот они шли в битву, он сказал совсем другие слова. Он сказал так, «Сберегите мне отрока Авесолома». Друзья, и один, и второй имели непослушных сыновей. Более того, Авесолом был намного непослушнее, чем Иоаннафан. Но Саул говорит такие слова, «Ты должен умереть». А Давид говорит, «Сберегите мне отрока Авесолома». Братья и сестры, вот дал бы Бог, мне мое такое первое пожелание, чтобы в наших сердцах было вот такое чувство к нашим подросткам. Да, может быть, непослушное. Да, где-то не все не получается. Да, где-то надо сказать 27-й раз, но дал бы Бог, чтобы каждый из нас мог молиться вот этими словами, «Изберегите мне отрока». Благословляйте. Второе, друзья, в чем нуждаются наши подростки, это тоже естественно, что, наверное, нужно каждому из нас, но особенно подросткам. Наши подростки нуждаются в любви и внимании. Вот в Галатам 5.13 апостол Павел тоже говорит, что «служите друг другу», и он там дальше подчеркивает, «но с любовью служите друг другу». «Служить нужно подросткам, показывая им любовь, друзья». Как-то собрались подростки на конференцию, собралось множество подростков, и вот когда перед собранием еще подростки на улице подъехали братья, ответственные руководители, братья уже пожилые, они ответственные вообще за служение церквей, и вот они заходят в дом, где предстоит им молодежная, вот эта подростковая конференция, и как-то два брата прошли мимо, знаете, как мы часто, у нас свои дела, надо перед собранием приготовиться, решить последние вопросы. Один брат задержался и поприветствовал подростков, которые стояли возле входа. И вот гости, которые приехали на конференцию с другого города, они, эти подростки, спрашивают других подростков, «слушайте, а кто это такой?» Он говорит, «но это самое главное, это ответственно, он за наше объединение отвечает». Ну и те подростки, гости, которые услышали, кто это такой, они говорят такие слова, но это, говорит, самый классный мужик. И отношения, другое, друзья, они действительно реагируют очень сильно на наше участие, на то, как мы относимся к подросткам. Как-то группа подростков уехала, собрались, сели в машину, уехали в горы. Родители не отпускали их, и они вот в протест такой, они сели в машину, не послушались родители, верующие подростки, верующих родителей, уехали в горы. Родители ждали их долго, целых день их не было, вечер их не было, ночь настала их не было. И вот родители, зная, откуда они должны вернуться, они хорошо знали, куда они поехали, они выехали на дорогу, которая вот перед городом, где должны были подростки быть, и уже было далеко за полночь, видят машина едет, они остановили машину, это подростки возвращались со своей ночной прогулки с гор. И вы знаете, друзья, вот свидетели рассказывают, когда выходят эти подростки, кто-то с родителей не сдержался, кто-то пощечину дочь кидал, кто-то схватил за ухо, посадил в машину, сказал, не смей даже пикнуть мне. Один отец подошел, обнял своего сына и сказал, он сказал, сынок, я рад, что ты жив, я рад, что Бог сохранил тебя, пойдем в машину, мы потом с тобой обо всем поговорим. И прошло, друзья, несколько дней, наверное, около 30 лет, и этот брат свидетельствовал, говорит, что это было самое большое участие отца в моей жизни. Вот это, как он встретил меня, он вспоминал, как он говорил со мной, вот эта беседа, она навсегда осталась в моей памяти. Служите с любовью, говорит апостол Павел. Братья и сестры, пожелание еще одно для каждого из нас, чтобы мы относились внимательно к подросткам. Даже, может быть, мы их не знаем, может быть, мы их первый раз видим, но подойти, поприветствовать, отнестись с любовью, это то, что влияет на наших подростков, это то, чем мы можем им послужить. Подростки нуждаются в ободрении, братья и сестры. Еще одно участие наше в служении подросткам, мы можем и должны их ободрять. Как-то двое братьев, пожилых братьев, сидели на лавочке, отдыхали. Это уже были пожилые братья, у них была трудная жизнь за плечами. И к ним подошел молодой брат, с церкви, с их молодежью, он подросток еще был. И они как-то заговорились, откуда, куда идешь. Он говорит, мы вот в ресторане были. Но братья говорят, дедушки говорят, ну а вы хоть молились в ресторане? Молились. А вы как молились? Говорит, сидя молились. И вот один из них говорит, да как вы можете? И начал так вот, знаете, по-отечески обличать. Говорит, вы почему сидя молитесь? Вот мы всю жизнь молились стоя, мы прошли гонения, нас гоняли, нас штрафовали. Мы никогда не молились сидя. А вы сидя молитесь, вам нужно покаяться. Ну и вот так вот у них прошла часть этой беседы. Подросток засмущался, встал, пошел дальше, куда он шел. Ну и один вот из этих братьев, наставников, говорит другому, ну как, говорит, ты думаешь, поможет? Наставили правильно. А второй дедушка говорит, ты знаешь, мы, наверное, согрешили. Первый удивился, говорит, как это мы согрешили? Мы же наставляли на пути Господнем, молодежь нашу. А он говорит, ты помнишь, что написано Фессалоникийцам 5 глава, 14 стих. Первый Фессалоникийцам 5 глава, 14 стих. Там, братья и сестры, такие слова. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. И вот этот брат говорит, ты знаешь, нам слабых нужно поддерживать. По этому слову, слабых нужно поддерживать, малодушных надо утешать, а не так, как часто, друзья, Иногда у нас получается, мы быстрее обличим, быстрее по рукам ударим, а иногда нужно малодушных утешить, слабых поддержать. Ободрение, утешение очень полезно и нужно, братья и сестры. Я бы сказал, это очень нужно подросткам нашим. Тех, у кого есть подростки, они об этом знают, они переживают. У кого подростков нет, примите это на веру, друзья. Очень важно для подростков, даже когда они что-то сделали плохо, даже когда мы им делаем какое-то выгорво, замечание, беседуя с ними строго, очень важно сказать, что ты можешь лучше. Бог хочет, чтобы ты был лучше, и я верю, что ты можешь лучше поддержать, ободрить их в этом. Тем более, друзья, когда наши подростки участвуют в служении. Это тоже важно, когда мы поддерживаем и ободряем тех, кто в хору поет, кто стих рассказал. Для подростков это неестественно, друзья. В наше время это неестественно, участвовать в церкви, петь песни, рассказывать стихи. И вот здесь вот в оркестре много подростков тоже есть, друзья. Но вот есть седовласы, я и заметил. К ним, я думаю, если мы не подойдем, их не ободрим, греха не будет большого. Хотя иногда и к ним тоже подходить надо. Но к подросткам мы обязаны подходить, ободрять, чтобы их руки не опускались, чтобы в служении они имели дерзновение, друзья. Ободрение. Наше служение подросткам может и должно заключаться в ободрении. Еще одна сфера нашего служения подросткам, братья и сестры. Наши подростки нуждаются не только в любви и ободрении, но не в меньшей степени подростки нуждаются в наставлении и в границах. Наставление и границы – это то, что нужно нашим подросткам, друзья. Настав юношу на начале пути. Вот этот текст, да, в программке нашем стоит. Я вспомнил еще один текст. Это та же мысль в Таразаконе, друзья. Мы тоже об этом часто слышим. В Таразаконе 11 глава там такие слова. Говорится 19 стих. «И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда вставаешь, и когда встаешь». Здесь речь идет о заповеди Господних. И написано «Учите их сыновей своих, говоря о них». Братья и сестры, нам нужно говорить с подростками. В этом наставление. Давать наставление. Написано всегда, везде и обо всем. Братья и сестры, есть в нашей жизни, знаете, две ошибки, которые мы совершаем, когда мы думаем о нашем наставлении подросткам, молодежи и подросткам. Первая ошибка – это те ошибки, которые, братья и сестры, я тоже совершил в своей жизни. Первая ошибка, которую мы думаем о том, о чем наставлять, как говорить с подростками. Первая ошибка заключается в том, что мы думаем, что они взрослые, и они обо всём уже сами знают и обо всём сами догадаются. На самом деле это совсем не так, друзья. Вот свежий пример в нашем лагере. Мы с сёстрами, для девочек у нас есть правило для внешнего вида. Братья мы как-то, ну так, оговариваем немножко, для сёстр мы более подробно, да, что можно, что нельзя носить. Мы там пишем, для христианки не нужно украшения, не нужно цепочки, серьги, не надо экстра ресницы, экстра губы, что там ещё наращивают, приклеивают. Мы говорим, что для сестёр-христианок это не нужно. Ну мы как-то приехали в этом году, между прочим, слава Богу, послушные сёстры, но вдруг я замечаю, что у братьев, несколько братьев, у них цепочки, у несколько братьев колечки, у некоторых братьев там какие-то ожерелья на руках. Ну я с братьями начинаю говорить, они такие, у них глаза большие, они реально удивляются, говорят, ну вы же не говорили, что это братьям не надо носить? Это же говорит апостол, я говорю, апостол Пётр пишет, они говорят, ну это же сёстрам написано. Я говорю, братики, да апостол Пётр, ему и в голову не приходило, чтобы братьям писать, не носите серёжки, цепочки и такие прочие вещи. Они действительно, братья и сёстры, я понял, что они не знают, мы им не сказали. Братьям нельзя носить, ну неприлично, да, нельзя, но носите, пожалуйста, но неприлично, в лагере подростковом нельзя это делать. Колечки там и серёжки, братьям это неприлично, они не знают. И вот мы как-то, я думаю, это наша вина тоже, да, вот часто в нашей жизни мы говорим, они сами, ну это же понятно. Для подростков многие вещи непонятны, друзья, они не знают, поэтому нам нужно говорить всегда, везде и обо всём. И вторая ошибка, друзья, которую мы делаем, которую я делал в своей жизни, допускал, вы знаете, нам кажется, что вот как в нашей молодости было, так будет и с нашими подростками. Мы говорим, вот с нами не беседовали, у нас не было таких лагерей, мы таких тем вот откровенных не поднимали, и как-то вот мы прорвались, да, вот как-то мы вот в церкви остались. Ну, то же самое и в наших детях. Друзья, это большое заблуждение, это ошибка, потому что мы живём в другое время, мы живём в другой культуре, мы во времени совершенно другом живём, чем это было даже 40 лет назад. Поэтому, друзья, об этом Библия говорит, и в этом нужда есть, и в этом служение наше, чтобы мы имели общение с нашими подростками, говорили с ними о всех вещах, говорили постоянно о заповеди Господних, о том, что ценно пред Богом, о том, что не имеет никакой ценности, о том, что мерзость при Господом, об этом нужно говорить с подростками. В части ещё наставления, друзья, это границы, границы для подростков. Вы помните, в чём заключалась беда Илия, да, то, что постигла сыновей Илия? Я думаю, что все мы помним этот пример, и там написано, 3 глава, 1 царств, написано, «Господь говорит, это Самуил, говорит, я вот накажу Илия, сыновей его, за то, что он не обуздывал их». Друзья, обуздывал — это границы. Это границы, которые мы должны ставить для подростков, нравится им, конечно, им это не нравится. Они действительно могут быть грубыми, смеяться могут, обидеть кого-то, легко могут быть такими, знаете, насмешанными над другими, может быть, даже наглыми могут быть в непослушании. И здесь необходимы границы, чёткие границы. Братья и сёстры, подумайте о тех, у кого есть, может быть, подростки в доме, какие границы в наших домах, да? Ставим ли мы эти границы, во сколько приходить домой, во сколько у нас семейная молитва, может быть, такие границы должны быть. Можно ли в доме осуждать кого-то, да? Я знаю, что во многих семьях есть правило не говорить осуждающее о других членах церкви. Есть такие границы, хорошие границы, братья и сёстры. Есть границы в отношении, когда мальчики, девочки, как относиться, друзья. Я вот смотрю, что в подростках одна из проблем, как-то вот раньше, я ещё лет 5-6 этого не замечал, последние года 2, 12-13 лет подростки, они приходят, и у них появляются чувства к мальчикам, девочкам, и они, не скрывая их, начинают друг с другом общаться. Они признаются, что ты мне нравишься, или она подходит к мальчику, и у них уже планы о свадьбе, им ещё 12-13 лет, а у них уже такие серьёзные-серьёзные отношения. Друзья, это тоже границы, это тоже наставление, когда нужно говорить, что молодым людям и братьям, и сёстрам, между прочим, и мальчикам, и девочкам нужно контролировать чувства свои, нужно управлять собой, в этом Писание говорит. И так дальше, друзья. Есть много вещей, в которых необходимы границы. Наставление и границы – это важнейшее служение, братья и сёстры, для наших подростков. И последнее, друзья, у нас времени очень мало, последнее ещё пожелание, где мы можем быть, может быть, одной из важнейших, друзья, наших служений в подростках. Я вам прочитаю вот два места, а вы мне скажите, пожалуйста, какое это служение, в чём заключается наше с вами служение, каждого из нас, друзья, независимо, есть ли у нас подростки в семье, нет подростков, молодые мы или старые. Вот 4 книга Царств, 15 глава, там такие слова есть. «Воцарился Азария, сын Амасии, он делал угодное в очах Господних во всём так, как поступал Амасия, отец его». Ещё раз почитаю, да? «Воцарился Азария, и он делал угодное в очах Господних во всём так, как поступал Амасия, отец его». И второе место, чтобы немножко вам было легче ответить, Иисус Навина, известные слова, «А я и дом мой будем служить Господу». Братья и сёстры, в чём заключается наше служение подросткам? Нас, аминь, брат. Это наш личный пример, друзья. «Азария воцарился, и он поступал точно так, как поступал отец его». Иисус Навин говорит, «А я буду служить Господу, да? В первую очередь я пойду этим путём, в первую очередь я покажу пример, в первую очередь я покажу, как Бог для меня дорог, что для меня церковь значит, что для меня служение значит, я этим путём пойду». А потом он говорит, «Я и дом мой, за мной пойдёт дом мой». Братья и сёстры, между прочим, вот из этой статистики страшной, что 60% подростков уходят из церкви. На втором месте, знаете, какая причина, вот когда вопрос был, почему подростки уходят из церкви? Ну, по-английски это была английская статья, написано, что вот это основная причина «judgmental and hypocritical church members». Ну, по-русски это будет чрезмерно осудительные и лицемерные члены церкви. Мы понимаем, друзья, иногда подростки это говорят так, чтобы оправдать свои действия, но всё-таки, друзья, я думаю, в этом есть большая-большая причина нам с вами задуматься. Вот братья, мне удивительно говорят, которые занимались много в репцентрах наших, да, брат Андрей подтвердит, в основном, когда беседуешь с этими людьми, наши подростки, верующих родителей, которые погрязли в таких вот зависимостях, грехах, в беде в этой большой, они говорят, начиналось всё с семьи. Когда нету порядка в семье, когда нету примера, там вот начинаются проблемы духовные и в наших подростках. Мама и бабушка Тимофея, они написано, смогли передать нелицемерную веру, друзья. Это одно из самых главных служений, что можем и должны мы делать каждый из нас, независимо, опять же, или это в церкви, или когда мы подойдём к ним, или когда, может быть, мы к ним не подойдём, ободрим мы их или не ободрим, но в нашей жизни наш личный пример – это самое большое служение, которое мы можем сделать для наших подростков. И последнее место, братья, хочу прочитать, и сёстры, и мы помолимся о наших подростках. Бытие, 44 глава, 32 текст. Это слова Иуды. Слова Иуды, когда вот он пытался забрать своего младшего брата, чтобы он не остался в Египте. И он говорит такие слова. «Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока, отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни». Братья и сёстры, вот эти удивительные слова, которые хотелось бы оставить для всех нас в пожелание. «Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока, отцу моему. Если не приведу его к тебе, то останусь я виновным». Братья и сёстры, хотелось бы молиться, чтобы каждый из нас, вот Бог нам дал такую ответственность. Не только о детях своих молиться, друзья, но о всех подростках в нашей церкви, чтобы Бог дал нам чувствовать себя ответственными за подростков, чтобы Он помог нам привести их к Отцу, чтобы Господь действительно помог нам служить друг другу, служить нашим подросткам. И это служение, братья и сёстры, чтобы ещё раз обобщиться, оно заключается в том, чтобы мы благословляли подростков, чтобы мы молились за подростков, чтобы мы любили их, ободряли, уделяли им внимание, чтобы мы наставляли, ограждали их границами, чтобы свои жизни показали им добрый христианский пример. Аминь. Давайте помолимся о наших подростках. Одного психолога родители спросили, как спокойно пройти подростковый период. И он говорит, возьмите подростка, посадите его в бочку, заколотите гвоздями и четыре года кормите через дырочку. И некоторые родители подростков, наверное, думают, что это единственный путь, чтобы так вот спокойно пройти этот период. Но мы сегодня услышали, что Библия говорит о другом, что Библия показывает другие пути. И помоги Господь всем родителям, подросткам, слышать это, исполнять. И слава Богу, что у нас в церкви подростков бочки не заколачивают. Есть благословенное служение, которое направлено для помощи, для воспитания, для возрастания подростков. Группа нашей молодежи была в Мексике на служение. И сейчас мы послушаем, посмотрим о том служении, которое было совершено. Спасибо, что вы поддержали нас вашими молитвами. То, что вы финансово поддержали нас тоже. Наша задача в Мексику поехать было несколько задач. Во-первых, возобновить это служение. Мы уже два года не ехали с различных сложностей, так что мы хотели возобновить это служение. Во-вторых, мы хотели посетить и поддержать поместную церковь, пастор Карлоса, там в Розарита. И третье, просто дать повод и помочь поместной церкви благовестовать Евангелие к детям через детские лагеря и посещение детских домов. Вот вы видите, некоторые, это просто кратко, что у нас есть. У нас группа маленькая в этом году была. Но я думаю, это была для меня чуть-чуть помощь, потому что меньше стресса. И семь из нашей церкви, семеро из нас поехали. Очень благословенное время было. Мы посетили детских домов, провели лагерь, который там был дневной на несколько дней. У пастор Карлоса, там в Розарита. Если вы видите, мы тоже занялись чуть-чуть стройкой. Так что мы учились. Кто не знал, как делать, мы научились, как это делать. Из-за того, что у них там жарко часто. И когда они выходят после служения, там нет накрытия какого-то для тени. Так что просто мы этот накрыв сделали и добавили чуть-чуть маленький PNW vibe с маленькими lights. Так что это наше служение. То, что мы маленькую-маленькую изюминку туда сделали. И что мы могли, как бы, помогли. Просим, молитесь. Сейчас видео покажите. Молитесь этой церкви. Они растут. И много, как бы, есть вещь, которая просто, когда маленькая церковь, у них много то, что нужно помощь. Мы очень рады. Как вы услышали, там всегда, ну, часто не тихо бывает в Мексико. Очень, как бы, настроенный народ, full of energy. Так что молитесь, братья и сестры, пожалуйста, за Мексико. Продолжайте молиться за их церковь. И особенно за Пастор Карлоса просьба такая, потому что у него есть некоторые сложности теперь за здоровьем. Он сам, как бы, энергичный, и он не привыкший к этими сложностями. Так что молитесь. Хочем, как бы, в следующем году выехать тоже. Так что молитесь об этом также. Спасибо вам большое. С Богом. Будем помнить и молиться за это служение, за Пастора Карлоса, за эту церковь. И будем помнить об этом. Как я уже объявлял на утреннем собрании, будем за эту неделю, братья и сестры, собирать благодарности. Следующее воскресенье – праздник жатвы. Мы хотим благодарить Господа. Собирайте в вашем сердце для вашей молитвы те благодарности, за что мы хотим прославить Господа. Давайте мы встанем, совершим молитву в заключении этого собрания. Господь, мы благодарим Тебя за это время, когда мы были вместе. Благодарим Тебя за слово, которое мы слышали. Наша особая молитва за подростков в нашей церкви. Мы благодарны за то служение, которое совершается, и мы просим Тебя, благослови этот труд, благослови всех, кто трудится, всех ответственных, всех наставников. Благослови брата Алексея Михайловича, благослови брата Илью и всех, кто трудится. Дай им мудрости, дай им терпения, дай им водительства от Тебя, чтобы то, что они делают, было под Твоей властью, под действием Духа Твоего Святого, чтобы оно касалось сердец подростков. Я прошу Тебя, благослови каждую семью, в которой есть подросток, благослови родителей, дай им мудрости в воспитании, в правильном наставлении. И благослови всех подростков, которые приходят, бывают на подростковом общении, поют в хору, играют в оркестрах, имеют какое-то общение, служение здесь, в церкви. Господи, мы молимся за всех, мы просим Тебя, это дети наши, и мы просим Тебя, чтобы Ты касался их сердца, чтобы Ты приобщал их, привлекал к себе, чтобы они могли принимать решения, оставлять этот греховный образ жизни, обращаться к Тебе и быть верными Тебе всегда и во всем. Господь, мы молимся Тебя за служение в Мексике, за брата Карлоса, за эту церковь Резарита. Благослови, Господь, их, мы благодарны за молодежь нашу, которая могла быть там, совершить этот труд. И Ты, Господи, все это посеянное семя, Ты сам дай им всходы, чтобы был добрый плод. Верим, что Ты поможешь и верим, что Ты благословишь. Благодарим Тебя еще раз за этот воскресный день, за все милости, которые мы имели в этом дне. И мы просим Твоей благодати и помощи на эту предстоящую неделю. Прибудь, Господь, с каждым из нас, где бы мы ни находились, на работе, на учебе. В различных обязанностях, Господи, будь с нами, помогай, защищай, храни нас на дорогах, помоги во всем, Господь, что мы делаем, и помоги нам помнить, что мы дети Твои. Что мы должны жить святой жизнью, прославляя Тебя, отражая свет Твой, показывая, что мы свет Твой в этом мире. На Тебя мы уповаем и верим в благодать Твою и помощь Твою. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует...